Всем привет! В этом видео мы поговорим о том, как построить варвара с основным умением выброса земли, по-английски upheaval. Это лучший билд варвара для прокачки до сотого уровня и для массового убийства монстров в тех случаях, когда это реально необходимо. Например, если вы отправляетесь в адский натиск и хотите добыть много пепла, если вы за один удар убиваете 12 монстров, это явно лучше, чем если вы убиваете 6. Поэтому выброс земли, как самая мощная поражающая способность варвара, штука довольно интересная. Для скоростной прокачки глифов, для прохождения самых трудных подземерий кошмара и убийства убербоссов, этот билд в принципе не оптимален. Но это не значит, что он не может этого делать. Вот сейчас вы видите, как я прохожу подземерие кошмара сотого уровня белфри закара. Также я шоттл уберлилит с одного удара в первой фазе, этим же умением upheaval. И в принципе без всякого напряга раскачался до сотого уровня и поднял большую часть необходимых мне глифов до 15 уровня. Так что гайд в принципе может все. Но для каких-то вещей он оптимален, для каких-то нет. Главным преимуществом является то, что вам не нужны убер уникальные вещи, такие как меч предка Grandfather и шутовской колпак Харликинскрест. Без них билд абсолютно нормально играется. Что мы в принципе здесь сделаем? Мы прожимаем крики для регена ярости. Реген ярости нам обеспечивает специальный аспект в нашем кольце. По-английски он называется Echoing Fury. По-русски отголоски ярости. Без него крики регенить ярость не будут. Это вещь для билда необходимая. Базовая атака выпадом нам нужна не для генерации ярости, а для того, чтобы активировать глиф смертельное натяжение Mortal Draw. Он повышает критический шанс на 18%. И для того, чтобы активировать аспект сотрясающей земли Earth Striker, который при каждой восьмой смене оружия дает нам гарантированный подавляющий урон. Шанс подавляющего урона всегда низкий, 3%, и поэтому нам нужно вот так вот, меняя оружие, вот сейчас я именно меняю оружие перед битвой с боссом, появляется иконка кулака на нашей приборной панели, она говорит нам о том, что гарантированный подавляющий урон будет нанесен врагу. Я сразу сделал перекат через эту утонувшую ведьму, чтобы она стала уязвимой, и на нее повесилось вампирское проклятие. Это нам дает способность метаморфоза. Такую возможность... С этим боссом важно маневрировать, это самый опасный босс из всех, кто обитает в подземельях кошмара, он может вас ваншотнуть, поэтому я и выбрал ее для демонстрации. И вот с такой скоростью вы можете убить самого сложного босса в самом тяжелом подземелье кошмара. Сейчас я покажу все свое снаряжение и глифы парагона на английском языке. В описании внизу будет ссылочка на билд-планмер, где все это можно будет неспешно рассмотреть. А дальше мы все это посмотрим в русской версии игры. Я прокомментирую, какие вещи обязательны для билда, какие нет, и где все это, черт возьми, можно найти. На первый взгляд кажется, что самым важным предметом является уникальный адский молот, по-английски он называется Hellhammer. В действительности я раскачался до сотого уровня без этой штуки, сходил на дурели раз 50. Эта штука не выпала, и в итоге я просто из любопытства потом целенаправленно пошел фармить ледяного зверя, из которого наивысший шанс получения этой штуки. Нафармил ее, ну и в принципе понял, что с ней, конечно, чуть получше стал билд. Но вещи-то совершенно необязательные, без нее играть спокойно можно. Для того, чтобы добыть адский молот, вам необходимо собрать эссенции ужаса, падают они случайным образом по завершению различных подземерий кошмара. И вот вы набираете 9 таких пузыречков, а потом вы идете к оккультисту, который есть в любом городе, и оккультист делает вам специальную печать. Она будет, насколько я помню, 31 уровня, которая будет вести вас в подземелье Glacial Fischer, ледяная трещина. Вот вы на правой кнопке потом нажмете, у вас откроется это подземелье, и в этом подземелье как раз обитает босс. И вот из него наивысший шанс получения этого адского молота, который, еще раз отмечу, совершенно необязательным для билда. Однако, за счет этого молота и хороших перчаток с бонусом плюс 4, вы можете иметь уровень выброса земли 17. А если вы еще найдете Харликинскрест, шляпу, то у вас вообще будет 21 уровень выброса земли. Совершенно фантастическая вещь. Напомню, что каждый плюс 1 к уровню добавляет 10% базового урона этим умениям, то есть это хороший такой мультипликатор, усиливающий наш урон. И раз уж и мне не выпала шляпа Харликинскрест, она же шутовской колбак, я использую клыкастый шлем Йорица Могучего. У него существует очень хорошая синергия с нашим умением выброса земли, потому что он дает нам увеличение урона при ситуации, когда мы уже, будучи в состоянии берсерка, еще раз сделали что-то, что вызывает состояние берсерка. Что у нас вообще вызывает состояние берсерка? Базовая атака выпадом вызывает, если она кританет. Крик, воинственный клич, который мы используем, тоже вызывает состояние берсерка. Наш ультимейт вызывает состояние берсерка. Ну и, наконец, выброс земли вызывает состояние берсерка, если вы поразили 4 противников или ударили босса. То есть у нас постоянно срабатывает триггер для этой шляпы, и мы постоянно находимся под действием бонуса. Уменьшение кулдаунов на 10%, увеличение урона на 15%, мультипликатор, восстановление 2 единицы ярости. Это, естественно, очень хорошая штука и очень полезно. Если этой штуки нет, можно использовать корону богоубийца. Вообще, это более редкий предмет, чем клыкастый шлем Йорица Могучего, но это не значит, что он лучше. Он лучше только для задач убийства боссов. Он позволяет в течение трех секунд нанести огромный урон боссу. Здесь немножко непонятное описание. Из него может быть не очевидно, что вы получаете увеличенный урон по боссу без всяких условий. Не нужно оглушать или замораживать босса, просто надел шляпу, и 3 секунды ты король. Может быть, за 3 секунды ты босса убьешь, и, соответственно, не придется ждать до следующего срабатывания 9 секунд. В целом шляпа хорошая, но для убийства монстров я считаю, что клыкастый шлем Йорица Могучего подходит лучше. До тех пор, пока у вас нет ни того, ни другого, вы берете защитную шляпу с броней, уменьшением урона и, может быть, сопротивляемостями, и накатываете на нее защитный аспект мощи, потому что базовой атакой вы бьете, и, соответственно, этот бонус постоянно получать будете. Куртка нам нужна защитная, то есть на ней обязательно должна быть броня, обязательно должно быть уменьшение урона и бонус к максимальному запасу здоровья. Мы ставим на нее аспект непослушания, который позволяет разогнать броню. Зачем вообще броню гнать? Если вы хотите максимально уменьшить урон от монстров вашего уровня, у вас должно быть ровно 7200 брони. Но, если вы хотите прокачаться, вам, скорее всего, желательно убивать монстров, которые на 10 уровней вас старше. Вот именно на 10, не больше, не меньше, потому что если монстры на 11 или там на 51 уровень вас старше, бонус будет точно такой же, как если бы они были на 10 уровней старше. Поэтому, если мы хотим прокачаться в подземельях кошмара, мы выбираем легкие печати. Это очень важно. Вы не идете в сотые печати, потому что там бегают монстры 154 уровня, с которых опыт точно такой же, как с монстров 110 уровня. Вы идете в какие-нибудь легкие печати, какой-нибудь там 50-й, 60-й левел, и там вы гораздо быстрее прокачаетесь, и больше во всем этом будет смысла. Ну, так вот, если же вы штурмуете какой-то контент, где у мобов все-таки уровень старше, чем у вас, требования к броне возрастают кратно. Чтобы бегать по подземельям кошмара с монстрами 154 левела, вот эти сотые печати, вам нужно иметь 13 тысяч брони. 13 тысяч брони. Как вообще столько набрать? Необходимо иметь броню в качестве аффикса на вашей куртке. Обязательно нужно иметь аспект непослушания. И, скорее всего, еще и эликсир придется выпить, эликсир железной кожи. Без него 13 тысяч вы не сделаете. Но если у вас пока что нет уникальных штанов или нет уникальной шляпы, радуйтесь, это значит, что вы можете иметь аффикс на броню пока что. Потом вы найдете более крутой предмет с точки зрения урона, штаны Тибо и шлем Йорица, поставите их, с броней придется распрощаться, и, как следствие, вы будете более уязвимы в глубоких подземельях кошмара. Так что наличие крутых предметов еще не означает сплошные плюсы, минусы есть тоже. Чем же так хороши штаны Тибо, что мы их носим, отказываясь от брони? Дело в том, что они позволяют вам регенерировать ярость вообще без всяких условий. То есть, как бы без криков, без базовых атак, просто получи 50 ярости. Более того, у вас есть такой бонус генерации ресурса, скорость накопления ресурса. Вот это бывает на кольцах, это может быть на шлеме, кроме того, это может быть в вашей прокачке. И все эти бонусы, они увеличивают приход ярости от этих штанов. Каким образом можно стать неудержимым? Ну, самый простой вариант, это мы берем метаморфозу вампирское умение, нажимаем пробел. Если мы находимся за городом, то мы превращаемся в этот момент в ста летучих мышей, получаем неудержимость и, соответственно, 50, а в реальности там даже будет не 50, а вполне 80 и больше ярости. Если вы активируете, кстати, воодушевляющий клич, то он сам по себе дает огромное количество ярости, еще увеличивает количество ярости, которые вам будут давать кувырки с воли Тибо. Естественно, желательно брать в этом случае ботинки с тремя зарядами ускользания дополнительными, чтобы можно было выполнить серию кувырков и восполнить ярость. Но тут есть маленькая такая хитрость. Штаны Тибо дают ярость только в тот момент, когда вы становитесь неудержимым. Соответственно, если вы уже неудержимый сделали еще один кувырок, там два подряд, то вы не получите 100 единиц ярости, вы получите 50. То есть нужно дождаться, пока над вашей головой пропадет вот эта вот иконка цепей, свидетельствующая о том, что вы неудержимы, и только после этого делать перекат. А в каком случае эта иконка с вас спадет быстрее? Если у вас метаморфоза недокаченная. То есть тут получается такая немножко парадоксальная ситуация. Вам выгодно не докачивать эту вампирскую силу. Вот, я сейчас нахожусь за городом. И, обратите внимание, как много мне ярости дается просто за прожатие этого крика. Да, почти 180. Потому что он тоже дает неудержимость. И вот с меня спала неудержимость. Я сделал перекат, видите, надо мной цепи. Мы ждем, пока цепи пропадут. И после этого еще один перекат. И в этом случае ярость будет действительно восполняться. Да, так вот, что касается метаморфозы. Если метаморфозу не прокачивать до третьего уровня, то она будет давать неудержимость только на 2 секунды, а не на 4. Соответственно, можно будет чаще восполнять ярость. Я метаморфозу полностью прокачал, и ярости мне хватает. Так что, сильно расстраиваться, что вы случайно прокачали метаморфозу до конца, не нужно. Это не проблема. Ботинки больше всего мне нравится брать с аспектом Ghost Walker, блуждающий в тенях. Потому что они дают вам скорость бега каждый раз, когда вы неудержимы. А неудержимы вы постоянно. Эд дает неудержимость, эд дает неудержимость, кувырок дает неудержимость. Ну, в общем, вы поняли. То есть, постоянная скорость к бегу, это очень хорошо. Для того, чтобы вас не убивали, очень важно иметь максимальные сопротивляемости. В первую очередь, к яду и огню этими стихиями чаще всего вас долбят. Наименее важная сопротивляемость — это холод. Желательно получить 3 сопротивляемости на ваших ботинках и бонус к скорости передвижения. Если у вас не уникальные штаны или не уникальная шляпа, то можно получить из них в том числе. На куртке желательно иметь бонусы к броне, здоровью и уменьшению урона. Здесь тоже могут быть сопротивляемости, но на ботинках уменьшение урона и брони быть не может. Таким образом, выбрав себе броню с сопротивляемостями, вы уже сильно ограничите доступное количество брони вашего персонажа. Ну и, как следствие, начнете отлетать в подземельях со сложными монстрами, у которых очень высокий уровень. Поэтому мой выбор — это ботинки с тремя сопротивляемостями и два камня на сопротивляемости, которые вставлены в кольца и амулет. Почему я не вставляю вот эти вот даймонды, да, которые алмазики? Потому что алмазики дают 5% сопротивляемости ко всем стихиям, а у нас недобор будет только по двум, потому что у нас три стихии компенсируют ботинки, и надо набрать только две. Поэтому целесообразно вставлять большие камни, вот, например, большой зеленый и большой синий я мог вставить. Но я счел, что сопротивляемость яду дополнительная, 5%, это важнее, чем 25% сопротивляемости холоду, что ядом убивают чаще, и поэтому распорядился вот так, чтобы у меня сопротивляемость яду была 70%, да, а не 65%, но зато холод будет чуть поменьше. В идеале, конечно, хочется во все воткнуть черепа, но это вряд ли возможно, просто потому, что у варвара нет возможности за счет парагонов собрать сопротивляемости, как это делают, например, некроманты или волшебницы. Теперь, что касается аспектов, которые стоят в наших кольцах. Отголоски Ярости и Бравый Командирский, Эхоинг Фьюри и Бол Чифтан. Они все добываются в Кровавой Жатве. Кровавая Жатва постоянно кочует, вас интересует, в первую очередь, вот, место с этим значком, потому что тут находятся три волшебных стакана, где вы быстрее всего соберете целым дождем кучу легендарок, и это лучший способ получения данных аспектов. Аспекты эти бывают только на кольцах, ни на каких других предметах вообще. Поэтому, если у вас есть фиолетовые монетки, оболы, вы можете пойти к торговцу в городе и гэмблить, случайным образом получать кольца. И с очень низкой вероятностью вы получите нужные вам аспекты. Вероятность очень мала. Гораздо быстрее в Кровавой Жатве все это набрать. Вот, там, два-три часа вы проведете в Жатве, и я практически уверен, что вы найдете эти аспекты. Самый редкий предмет в билде из числа серьезно увеличивающих его мощь — это талисман Лорда Изгнанника. Эта штука, по сути, падает только из Убер Дуриэля. Да, ее можно найти в Жатве, но шанс очень мал, поэтому мы рассчитываем только на Убер Дуриэля. Пока у нас этой штуки нет, мы носим талисман с уменьшением кулдаунов, броней, какими-нибудь защитными характеристиками и ставим туда легендарный аспект на урон. И вот легендарных аспектов на урон есть великое множество, и мы сейчас все разберем по полезности. Меч предка, как я сказал, совершенно необязателен. Вместо него можно использовать аспект безграничной ярости. Но механика работы аспекта заключается в том, что вы должны вызвать переполнение вашего шарика ярости, и только после этого он вам что-то даст. Ну вот сейчас, например, этот аспект не дает мне абсолютно ничего. А вот сейчас он начинает давать. Видите, у меня происходит эффект переполнения, и таким образом ярость натекла, и следующий мой удар нанесет на 45% больше урона. Ну, перфектный аспект дал бы мне 60% больше урона. Штука эта очень полезная, поскольку вы можете заранее зарядиться перед битвой с какой-то элиткой, да, вы можете найти обычного моба, потыкать в него немножко выпадом, зарядиться, и после этого сделать один большой бах! И это будет уже значительно более эффективно. Но эта штука несовместима с кольцом беззвездных небес, если вам вдруг повезло, и на Дуриэле выпало кольцо, снижающее стоимость каждого последующего каста основного умения. И вот кольцо беззвездных небес, если вы находите и хотите использовать в билде, мы его ставим вместо бравого командирского аспекта, и от аспекта безграничной ярости мы тоже отказываемся в пользу чего-нибудь другого, например, предка, потому что кольцо беззвездных небес дает вам скидку на какой-то навык, только если вы им спамите. То есть вы должны стоять и поливать выбросом земли без остановочек. Я тестировал кольцо вот это беззвездных небес на билде. Если вы прожмете этот крик и эту ульту, то вы можете дать 8 выбросов земли подряд. 8! Это очень много, конечно. Это без подзарядки, без переключения на какие-то другие умения и так далее. Потому что если вы примените какое-то другое умение, или даже просто зелье, выпьете, у вас бонус от кольца беззвездных небес сразу пропадет. Учитывая то, что его так сложно использовать, и оно еще и супер редкое, я его в билде не рекомендовал, но протестировал и наивом представлении о том, каким образом оно работает и что в билде дает. Другие атакующие аспекты — это сотрясающий землю. Я носил его длительное время в двуручном оружии, лишь потом перекинул в одноручное, когда у меня появился адский молот. Сотрясающий землю — это очень мощная вещь, это гарантированный подавляющий урон при восьми сменах оружия. Видите вот эту иконку? Три. Вот. Она вам подсказывает, сколько раз вы меняли оружие. Пять, шесть, семь, восемь. Появился значок кулака, значит, следующий атака будет с гарантированным подавляющим уроном. Вы можете сознательно считать эти штуки, когда подходите к боссу подземелья, заряжаясь на обычных мобах, и потом с этим кулаком вы приходите и босса просто ваншотаете. Как настроить смену оружия? Нажимаем кнопку «С». На контроллере я не знаю, какую комбинацию вам нажать надо, но нам точно это тоже есть. Теперь наводим сюда курсор. Здесь у нас автоматически выбирается всегда самое сильное оружие. Но вы можете изменить оружие. Например, навык «Абхивал» может бить как двуручной дубиной, так и двуручным рубящим оружием. Ему, в принципе, не обязательно бить именно дубиной. Вы можете ассоциировать вручную. Выпад надо ставить на самое быстрое оружие, желательно на парное. Здесь я нажимаю на колесо мыши, и колесо мыши, видите, переключается оружие. Вот, теперь я установил оружие, то, которым варвар бьет. И дальше для получения этого бонуса я должен применять умения. Да, я применяю сначала одно умение, потом другое. Автоматические оружия меняются, бонус получается. Также здесь на панели будут у нас отображаться бонусы от глифа «Доминейт», который дает нам гарантированный подавляющий урон. И, наконец, от вампирской силы «Кровавый нарыв». Идеальный набор вампирских сил для этого билда я вижу вот так. «Метаморфоза», «Кровавый нарыв», «Устойчивость», «Браслет крови» и «Охота на слабых». Я длительное время тестировал какие-то другие варианты. Вот, например, вот так или вот так бегал. Пришел к выводу, что все-таки «Кровавый нарыв» наиболее полезен именно для навыка выброса земли. «Метаморфоза» дает вам неудержимость на кувырках. Крайне важная вещь. «Охота на слабых» автоматически вешает уязвимость на всех, на кого вы повесили вампирское проклятие, увеличивает урон по уязвимым противникам. Нам не нужно делать кувырок через врагов, чтобы сделать их уязвимыми. Это не обязательно, потому что мы используем глифу «Уловка» — «Эксплойт». Она и так делает всех врагов уязвимыми при первом же ударе. То есть вы один раз попали во врага выбросом земли, он стал уязвимым, и при следующем ударе уже будет большой бонус к урону. «Браслет крови» — важнейшая вещь, позволяет генерировать вам укрепление, повышает критический шанс. Это круто. «Устойчивость» позволяет вам не умирать. Если вам просадили здоровье, у вас резко включается уменьшение урона. Ну и «Кровавый нарыв» просто дает гарантированный подавляющий урон. И вот эти вот капельки, которые на самом деле наносят очень-очень мало урона, и по сути единственный их смысл — это, когда вы прокачиваете вашего героя, у вас там слабое оружие, это дополнительный полезный источник урона. А также, как при прокачке, можно использовать гемомантию. Она вообще позволяет вам в любом билде совершенно докачаться до сотого левела, потому что наносит урон вне зависимости от того, что вы там делаете вообще. Но идеальный набор вампирских сил для этого билда, я считаю, по результатам тестов именно вот такой. Разберем древо умений. Я использую выпад с узлом на гарантированное состояние берсерка при критическом ударе успешном. Выброс земли с вхождением в состояние берсерка. Я не использую узел, повышающий урон, просто потому что билд и так очень сильный, а времени на то, чтобы стоять долбить врагов выпадом, дабы повысить урон выброса земли, но это большие траты времени на какую-то ерунду. Выброс земли и так шотает врагов. Там 26 миллионов урона может нанести, ваншотнуть и убер лилит. Зачем вам еще стоять, что-то там набивать, тратить свое время? Кроме того, когда вы стоите и пытаетесь что-то набить, чтобы активировать этот узел, вы довольно уязвимы. Крики. Я не считаю нужным прокачивать ни один из криков. Я беру полезные узлы, но не прокачиваю. Водушевляющий клич мы берем с узлом на увеличение генерации ресурса, ярости. Подстрекающий крик мы берем с узлом на увеличение количества здоровья. Воинственный клич мы берем с генерации укрепления. Это основной наш источник генерации укрепления, поскольку мы не берем легендарный узел в совершенствовании, который дает укрепление. Мы прокачиваем все, что касается бонусов от криков. Мы прокачиваем увеличение количества ярости в состоянии берсерка, потому что у нас 4 способа войти в это состояние берсерка, мы постоянно в нем находимся. Мы используем пассивку никакой пощады для повышения вероятности критического удара, потому что мы постоянно оглушаем врагов. Вот прям вообще постоянно. Смотрите, сам по себе выброс земли с вероятностью 20% оглушает противников. Но помимо этого мы еще прокачали пассивку, которая называется контузия. При использовании двуручного дробящего оружия с вероятностью 45% срабатывает оглушение. Что значит 45% применительно к выбросу земли? Ну вот у него базовая вероятность удачного удара 25%, то есть 45% нам надо разделить по сути на 4. Ну то есть где-то 12% шанс оглушить вот от этой штуки и еще 20% шанс оглушить от этой штуки. Два, в сути, независимых шанса оглушить противника. И за счет этого враги очень часто оглушаются, и это дает нам бонус к критическому шансу. Увеличение урона, когда на нас есть эффект укрепления. Напоминаю, что эффект укрепления есть только тогда, когда вокруг вашего здоровья есть рамочка. Если рамочки нет, а просто есть какие-то наслоения, то значит, что эффект укрепления еще не активирован до конца. Естественно, Кнев Берсерка, самый мощный безальтернативный ультимейт. Способность тяжелая рука нецелесообразно прокачивать, если у вас нет меча предка. Можно тут 2 очка сэкономить совершенно спокойно, или даже 3. Грубая сила очень полезна, мы всегда будем бить двуручным оружием. Разгром, наверное, самая полезная пассивка, если вы используете дробящее оружие, конечно же. Если вы бьете выбросом земли при помощи двуручного меча, вам это не нужно. Ну, насчет контузий все понятно. Мы выбираем необузданную свирепость, поскольку ни одна другая ключевая пассивка не дает такого большого увеличения урона. Если у вас пока что проблемы большие с генерацией ярости, вам ее не хватает, выберите неудержимую силу. Но впоследствии все равно придется на необузданную свирепость перейти. И, наконец, доски совершенствования. Здесь мы выбираем подчинение, праведный гнев, гнев, смертельное натяжение, уловку и судью. Который по-английски вообще-то называется маршал. Вот это основные глифы, которые нам нужны. У билда есть вариации. Вы можете кое-что поменять. Например, можно выбросить базовую атаку выпадом из билда. Соответственно, вместе с ней у нас уйдет сотрясающий землю аспект, поскольку он полностью зависит от чередования навыков. И у нас уйдет символ совершенствования, глиф парагона, смертельное натяжение, mortal draw, поскольку он тоже нам дает критический шанс при сменах оружия. И вот вместо выпада мы можем поставить на панель умение железная кожа. Что, в свою очередь, даст нам возможность поставить аспект высокомерный, конситут. Он приведет к тому, что наш урон возрастет каждый раз, когда мы находимся под действием железной кожи. И кроме того, если у нас еще не найдены штаны Тибо, мы берем и ставим на обычные серые штаны. Да, вот именно этот аспект. Он называется аспект железного воина. Он уменьшает наносимый вам урон на 28%, когда вы активируете железную кожу. Что еще важно, он дает вам неудержимость. Поэтому для игры в нон-ладдере без вампирских сил, наверное, это самый лучший вариант. Я бы даже не стал носить штаны Тибо вне сезона. Поскольку нам очень важно получать неудержимость из разных источников на Барваре. Существуют такие ботинки, как Искра Ступы, по-английски Flicker Step. Я этот предмет тоже в билде тестировал. Он позволяет, действительно, довольно быстро откатывать ультимейт. Кнев Берсерка, ну или какой-то другой ультимейт, если вы захотите использовать другой. Мне эти ботинки, честно, не понравились. Почему? Потому что на них нет сопротивляемости. И, соответственно, вам придется или уменьшать количество брони на вашей куртке, что очень плохо. Или снимать штаны Тибо, или снимать шлем Йорица. Ну, вы понимаете, очень большие жертвы. Кроме того, у вас будет меньше кувырков. И за счет этого вы не сможете так часто применять метаморфозу. А если вы комбинируете штаны Тибо с Кросступами, у вас не получается часто регенерировать вашу ярость. Да, на Искра Ступах есть свойство атаки уменьшают время восстановления и ускользания. Но у вас нет каких-то быстрых атак, которые с колоссальной скоростью кого-то лупят. Ну, нет такой возможности стремительно обновить кулдаун-уклонение. В конце концов, у нас не билд на двойном ударе или на каком-нибудь бешенстве. Поэтому Искра Ступы для билда, честно, вот плохо подходят. Какие еще статы мы не рассмотрели? На перчатках нам обязательно нужно получить вероятность критического удара, скорость атаки и умение выброса земли. Последний, четвертый параметр может быть бонус к подавляющему урону, а может быть удачный удар. А может быть шанс восстановить ярость при ударе. Вот это все полезные вещи. Ботинки 3 сопротивляемости и скорость бега. Оружие одноручное. Бонус к силе. Бонус к урону под действием эффекта Берсерк. Это мультипликативный показатель за счет специально выбранного легендарного узла таблицы совершенствования. Обязательно ознакомьтесь со схемой, приложенной к этому гайду. Я ее буду обновлять, так что не удивляйтесь, если там внезапно что-то серьезно изменится. Потом нам нужен критический урон на одноручном оружии, если мы используем меч предок, потому что он его умножает на два. Если у нас этого меча нет, то желательно нам там получить подавляющий урон и все характеристики. Да, all stats в английский. На большом оружии у нас должно быть бонус к силе, бонус ко всем характеристикам, бонус к подавляющему урону и бонус к урону под действием Берсерк. На всякий случай, если мы зайдем в таблицу парагонов и найдем тот самый узел, который дает нам мультипликатор за состояние Берсерка, на нем даже будет подписано, сколько вы бонуса собрали. Вот, видите, он подсказывает. Текущий бонус 40%, то есть это дополнительный мультипликатор всего-всего-всего урона нашего героя на 40%. Вот как штаны, например. И для того, чтобы иметь этот мультипликатор 40%, я собрал урон в состоянии Берсерка, вот, почти 160%. Четверть вот этого значения является общим мультипликатором всего урона, который вы наносите. Ну и напоследок давайте посмотрим мой бой с Уберлилит, который произошел еще когда варварша была всего лишь 83 уровня. Здесь у меня нет адского молота и вещи, в принципе, достаточно посредственные. Про уровень недокачанных глифов тут уж и говорить, наверное, не приходится, и так все понятно, учитывая уровень персонажа. Вы видите, что я в холостую фигачу просто по земле. Смысл в том, чтобы набрать стаки сотрясающего землю аспекта и получить гарантированный подавляющий. В случае, если он кританет, Лилит получит огромный урон. Вот, таким образом я готовлюсь ко второй фазе, когда она появляется, мне удается нанести ей сравнительно большой урон, откусив 2 трети ее здоровья. А дальше придется немножко побегать по платформам, вовремя с них спрыгивая. И в это самое время немножко можно нанести ей урон, поскольку она остается уязвимой, несмотря на то, что является бессмертной. Вот такой забавный парадокс. Видите, она получила от меня урон, но при этом она бессмертна и умереть не может до тех пор, пока не оттанцует всю свою, блин, развлекательную программу с полетами. Желательно здесь перемещаться для того, чтобы, когда она на вас прыгает, вы не получили урон. Если вы видите бегущих скелетов, это при активации любого защитного крика происходит срабатывание вампирского проклятия. И осталось только добить. Бабах! Вот, собственно, и все. Намного легче, чем некромантам сотого уровня и гораздо меньше попыток. Счастливо. До встречи, ребят.